Социально-реабилитационному центру Харесхал 20 лет. Педагоги и психологи учреждения помогают детям и семьям справиться с трудными жизненными ситуациями. Филиал центра действует и в Айхале. Работу со школьниками и их родителями ведет один педагог Наталья Шарапова. Подробнее в сюжете далее. 20 лет они шагают, ни на шаг не отпускают. К миру в семьях призывают, все конфликты разрешают. Так они нам помогают. Они – это сотрудники центра Харесхал. Помогут советам, окажут психологическую помощь родителям и детям. Предупредят насилие и жесткое обращение с детьми. В стороне не оставят ни одного ребенка. Особый подход к ребятам из неблагополучных семей. Специалисты Харесхал участвуют в родительских собраниях, привлекают детей к творчеству, прививают семейные традиции. В этом центре работают отличные люди. Они помогают другим детям, конечно же. Не хотели, чтобы таких ситуаций было. У меня таких ситуаций нет. Но у других детей такие ситуации есть. И они приходят на помощь и помогают им. Филиал Мирненского реабилитационного центра в Айхале открыли в 2004 году. Спустя 4 года учреждение закрыли. Здание не отвечало требованиям пожарной безопасности. Один социальный педагог Наталья Шарапова переехала в одну из школ поселка в отдельный кабинет. Сегодня она тесно сотрудничает с учебными заведениями. Ведет профилактическую работу с населением. Выходит с лекциями на предприятия. Система профилактики у нас очень активно работает в поселке Айхал, в городе Удачном. Выявляем неблагополучие в семьях. Выявляем опасную, трудную жизненную ситуацию ребенка. И, конечно же, стараемся помочь. Непростые судьбы жителей Алмазного района – испытания для педагогов. Не каждый способен выдержать и не остаться в стороне. У Натальи Шараповой каждый день расписан поминутно. Беседы с родителями, лекции с подростками. Темы разные – как организовать досуг семье или как не бояться рассказывать о своих проблемах. Бескорыстный труд специалистов в центрах Айхал за 20 лет стал спасательным кругом для 2000 семей. Нария Сивцева, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!